Мы все записи выставляем в сеть. Вы знаете об этом. Вы, наверное, видели их на сайте. Да, поэтому, в общем, если вы не хотите, так скажите. Да, не хочу. Все, не надо тогда. Тогда рассказывайте о себе так просто. Ну, без записи. Можете голосом рассказать. Вас не записывают. Просто откуда вы, зачем? Меня зовут Дмитрий. Я живу в Москве. Я начал заниматься в октябре. По школе. До этого по книге пытался самостоятельно. А зачем начали заниматься? Какая мотивация? Потому что стрессы по жизни, они начали в последнее время как-то быть усилены. Более. И моя реакция на эти стрессы, она мне не очень нравится. Ну, то есть напряжение такое сильно начало. А чем по жизни занимаетесь? Айти. Знакомая тема. В общем, там, лишая нагрузка достаточно. А сколько вам лет? 44. Мозор детский. Ну, уже можно накопить. Накопить уже можно. К этому времени. Что-то есть. Это да. Работаете фирмой или на удаленке? Нет, я в офисе работаю. В офисе, да? Да, да, да. То есть вот и до. Ну, крупная компания, да. И те известные. И все мы единая команда, да? Это мы уже проходили. Типа того. Говорят, все мы в одной лодке. Знаете, такая картина. Это скидосы, рабы на галерах. И грибут. Говорят, все мы в одной лодке. Похоже, похоже, да. Понятно. Правильно. Ну, хорошо. Вы начали заниматься самостоятельно. И каковы результаты? Ну, когда я начал самостоятельно заниматься, я все по-другому представлял. Я отмерял асаны по таймеру. Вот как прямо на листочках написано, вот там тайминги, да? Я все это запрограммировал и как бы положил в наушниках все это вот прям по метроному отмерял. Потом поняли, что это. Конечно, вы не правы, потому что, вот представьте себе, конечно, интернет, он дает иллюзии. Там, скажем, объявление за самоучителя для полета и настребителя, да? Су-50 там, да, или Су-57. Ну, это, ну, да, бред. Это нужно, ну, как бы, да? Потому что, конечно, там какой-нибудь цирк, да, но по-настоящему. Какие-то позитивные результаты вы ощутили хотя бы? От самостоятельных занятий? Когда вообще, вот, согласно своему пониманию, скажу, Анному, ну, на самом деле, я как-то начал, вот до этого, я несколько лет занимался вот гимнастиками Айнгара, потом Аштангой Виньясой, вот, и травмировался. Ну, несколько месяцев я не занимался, потом вспомнил, а что я, что я ищу, вот, же есть же книга, которую я много уже лет, там, читал, пытался заниматься, но ничего не получалось. И я понял, что у меня последний шанс остался. Вот, я, как бы, открыл ее заново, там, перечитал, вспомнил, и думаю, ну, сейчас легко, вот, расслаблюсь и все. И как-то за три месяца, там, за четыре, у меня мало чего получилось. Вот, более того, я тоже подумал, можно и здесь, наверное, как-то не в ту сторону пойти и вред себе нанести. И решил вот под контролем это делать. Знаете, как-то, однажды, летний раз, 15-й, когда упал один итальянец, такой интересный пацан, ну, у него родители были очень состоятельные, наверное, надо было больше, это было, сейчас скажу. Это, наверное, был 2003-й. Вот, значит, итальянец, который учился в йоге, в йоге у какого-то японца в Сан-Франциско. Вот, причем, значит, да, ему тоже было за 40, причем я был очень гибкий, но он травмировался плечо, бедро, значит, и, в общем, тут приехал, прикупился квартирку на чистых прудах, пятикомнатную, значит, да, и вот попал ко мне. Говорит, я вот, что-то у меня, вот, проблемы, плечо, что-то. Я говорю, чем, ну, понятно, чем он занимался, а штанговиньяц он занимался. Вот, и потом, значит, когда начали практику, он пламя как-то сказал, говорит, как же это трудно вообще вот отключить голову, да? Это легче, говорит, вот это вот. Я говорю, ну, как результат-то какой? Вот, говорит, ну, да, результатик тот. Вот, то есть, это достаточно трудно. Поэтому, конечно, меня всегда вот удивляет. Ну, наверное, такое мнение, да, что йога это, кантфу, и все, да, освоил, подергался, и тебе стало хорошо, но это не так, конечно. Вот, ну, ладно, я рад, что вы пришли, будем разбираться. Тогда, спасибо. Ну, что сказать, я говорю, пациент, как ваши узбеки? Я две недели проболел, так что я как-то пропускаю ход, так сказать. А что, болели? Чем? Да, модная болезнь. Что делается? Ну, хорошо. Как ладила? Я, как, хорошо. Прогресс явный в спине, я могу. Я могу все стоячие асаны хоть секунды, но делать, и с нормой, ну, как... То есть, потихоньку как бы идет, да? Да, да, и коленка, и спина в норму приходят. Это прям вообще классно. Реалексация как идет? Да, нормально, ну, как там, статус все сложено. В юго-нидре начинает, ну, было пару раз, что вообще, ну, типа, отъехал, а в основном начинают на лице какие-то иголки в мышцах. Интересный такой эффект. Ну, тогда интересно. То есть лицо, да? Ну, обычно до этого ноги всегда были, вот, бедра непроизвольные какие-то. А стопы? Стопы? Интересно. А? Интересно, говорю. А сколько? Икры немножко. Ну, вот, а лицо вообще в первый раз, и не было такого. Вот, буквально, на этой неделе началось. Отлично. Что что-то зависит, зацепилось, то, скорее всего, оно вернется. Как сказать, он сам пробивает себе правильный трактор, если вы все правильно делаете. Да. Понятно. Все-таки, вроде бы, ну, по крайней мере, я уверен, что в этот раз я делаю уже правильно, по-нормальному. То есть, тут тоже хорошо. Понятно, спасибо. Что у вас? Все в прежнем режиме. Пытаюсь отключить голову. Пока. А общее состояние легче не стало? Да не было тяжело. Тяжело не было. То есть, чтобы было вот, было тяжело, и потом, как бы, какой-то прогресс легче, легче, легче. А, легче не стало в процессе отключения головы, в этом процессе, ну, есть прогресс, но все равно пока еще рано, рано еще. Крутится, да? Крутится, да, крутится. Ну, ну. То есть, пока хвост вернет собакой, короче. Да, да, ну, три месяца, это слишком маленький срок, да, поэтому. Учитывая все-таки. Да, да. До того. До того, да. Да, тот бэкграунд, который был наработан, поэтому здесь быстро не будет. Так что, пока все вот в прежнем режиме работает. Как, систематичность какова практики у вас? Четыре раза на неделю, включая субботу по утрам. Как, то есть, я не сбивался с ритма, у меня все, как бы, все же. Хорошо, вопросов нет. Люба, как у вас ноги? Ноги нормально. Ну, вот я дорожку беговую стала использовать. Вот, вот, кончилось и все, да? Да, и пока ничего нет, нормально. Вот я сейчас вот неделю была на удаленке, и с утра беговая, вечером йога, очень хорошо. Так что, ну, вот видите, интересно, всякое время идем, да? Вот ничего не было, а потом провелось вот здесь. Ну, да. Наверное. Время. Возраст. Оргоняясь с землей, даже воронки от бомб. Да. Интересно. Помню, там, это самое, в Краму, там же бои шли под Кирчо сильнейшие, да? Вот, окопы были выжаты, полный рост. Считай, вот прошло сколько лет, с войны, осталось только, ну, такие ложбинки, знаете, зигзагами уходят, вот, в степь. Ну, буквально вот такой глубины. То есть, земля заплывает. Даже интересно так. Вот время. Ну, хорошо. Что? Опия. Ну, да. Все на свете жидкость зависит только от времени, да? Ну, между прочим, я вот наблюдал такую картину. Значит, как-то я видел квартиру, жила на академической, там вот, где первая хрущоба стоит, есть такой микрорайон, 9-й, по-моему. Ну, и там экспериментальные дома, 4-х этажки, самые разные планировки. Вот, значит. И там жила бабуля, которая, значит, померла, и про хирурду потом продавали. Ну, там все сделали, там все, кстати, было отлично сделано. Это вот где-то был 56-й год. Вот. И квартира простояла 60 лет без ремонта. И вот, ну, казалось бы, вот жила там, эта старушка, ну, она сначала была-то более молода, ну, она жила тихой жизнью. Вот. И потом она смотрит, допустим, вот встроенный шкаф там огромный такой. Открываешь, и там эти вот рейки, да? Ну, вот всегда-то было просто хорошее. Все-то полопалось, торчат щепки, понимаете, да? Вот в диком состоянии даже то, что они трогали. Вот за 60 лет. Как это вообще, да? Просто вот все это там покоробилось. Да, да. Просто вот удивительно. Да, вот. Что говорить про мозги? Что говорить про тело? Вот, да. Вы, кстати, не пробовали делать перевернутые позы? Я реферую, в рамках школы у меня вошли, я не делаю, ночью. Что, для этого я делаю? Ну, там я двудневный комплекс, да? Книги. Когда занимались, все делали, да? Без последствий? Сколько? Сколько максимум? Максимум 15. Ну, хорошо, что без последствий. Да, могли бы еще. Ну, там просто, я за тригганы такие. Ну, понимаете, вообще перевернутые позы, да? Я, наверное, делал их с 71-го по... Ну, наверное, лет 40. Да? Значит, потом я как-то понял, что, наверное, лучше надо убирать. Потому что накапливается нечто. Ну, вот я вам приведу пример. Я помню, я рассказывал про Мельникова и Юру, нет? Из Балашихи. Ну, там был такой случай. Когда мы занимались в 89-м Савенгаром в зале 2-го медицинского. Вот. И там познакомился с таким... Из Балашихи. Юрий Николаевич Мельников. Ой, откройте кто-нибудь, пожалуйста. Вот. Такой невысокий. Вот. Он был штурманом, дали авиации. Вот. И 55-й обшел на пенсию. Но... Здоровье-то было у него крепенько. Там за ними потом еще следили. Специально поликлиника. Значит, он такой был. Ну, вот он... Систему ингара, он взял как бы вот... Ну, вот полностью. Вот так как надо. Договорили. Вот так и делал. О, отлично. Ну, вот. Спасибо. И... Я говорю, Юр, ну, 10-15 минут стоять. Вот. Прошло, наверное, лет 10. Как-то вот у нас связь поддерживалась. У меня спрашивал. Там вот если то, там если что-то. У тебя были там случаи такие вот. Инфункциональные застройства. А потом лет через 10, можно больше, говорит. Чего-то, говорит, у меня это... Давление стало. Прыгать. Я говорю, ну, ты делаешь все. Ну, да. 100 каналов. Я говорю, 10-15 минут. Сарвангасана 10 минут. Халасана 5 минут. Я, Юра, убери-то стойку на голове. И сарвангасана. Ну, убирать не хочется. Я привык, говорит. Я имею, что вдвое. Ну, и пропал. Лет через 5 звонит. Значит, да. Говорит, вот у меня тут что-то... Инсульт тут небольшой. Значит, что ты посоветуешь? Я говорю, тебе было сказано еще когда. Брось все это, да? Вот. Ну, в общем, печальная история. Со времен... Со времен... Ну, что ж, дверь прекратила, да? Этот говорил на Маингар со времен, что мои, значит... Мои, говорит, вот ученики, они такие преданные, что вот делают, значит, сарвангасана халасана на голом полу и хвастаются потом мозолями, которые у них вот тут вот. Да, как бы смешно. Ну, был у меня, собственно, надеюсь, и есть. Сосед такой, значит, когда я жил в Симферополе, мы начали заниматься, сосед в первом. Они были лет на 5 младше, там, ребята, двое, значит. Был там Сережа Кириленко, который мечтал с детства стать хирургом, что характерно стал. Потом много лет резал в народ. Лет 40, наверное, да, причем тяжелая операция, онкология. По 10-12 часов операция. Он, он выше меня. Такой, как щепка, так он поделал в диаграмму, терял на одну операцию, одна веса. Вот. И у него были с детства головные боли, мигрени наследственные от матери. Вот, значит, да, и потом выяснилось, что, собственно, ничего не помызает, кроме поза вирасан. То есть когда человек сидит, значит, да, на пятой точке, ноги здесь, пятой. Вот, от 10 до 15 минут, что получается? Получается локальный застой крови, да, вот. Но кровообращение-то не останавливается, хотя оно замедляется вот в этих, значит, частях ног, да, вот. И кровь, так сказать, ну, немножко более бедной кислородом, а просачивается в кровяное русло, да, вот. Проходит, и может дает команду расширить сосуды, да, и голная боль проходит. Вот, на то, чтобы человек мог сидеть в этой позе еще, да. Чтобы колени не повредить, да. Вот, значит, ну, вот они начали заниматься, он и Женька, из нашего двора тоже парень. Вот, но Женя, такой пацан-то учился в школе, потом начальник угла Розовской Симферополя, товарищ полковник данного отставки. Вот, значит, и Серега стоял на голове тоже. Я ему говорю, ты не увлекайся этим делом, потому что у тебя операция, представляете, у него рост под метр девяносто с лишним, да, когда стоять только по десять часов, вот так вот, да, это уже нагрузка на шею какая. Вот, на шее болело. Я говорю, Серега, не делай. Столько на голове. Да, и Серега, не делай перевернутые вообще, потому что тебе нельзя просто. Вот, но он же кандидат в Минституционную в Анголе, еще три года там был, да. Он же умный, вот. Ну и потом встретились мы с ним в Алужте. Лет через двадцать. У него голоса нет, говорит, ты чего, хрипишь, как у давления. Да, говорит, у меня это вот. Стояло на голове, говорит, все, я занимался, значит, оперировал, а потом, говорит, позвонок крикнул один, поставили титан. Это сложнейшая операция была, да, значит, потом вот это задели нервы, значит, голос восстанавливается, да, вот такая история. Я говорю, ну, тут дурак, ну, тебе было когда сказано, что не надо, да, а ты до последнего, говорит, ну, после этого поставишь на голове. Усталость уходит, да, я вреную, и что? А что приходит? То есть, да? То есть, пожалуйста. Илья, еще один у меня парнишка был, он был умный. Он сделал, надо было ему стоять на голове. Вот, но я говорю, Андрей, ты лучше шею не трогай. Он сделал нормальный такой помост у стенки для плеч, упор. И он стоит на плечах, ногами к стенке, а голова свисает в пустоту. И все, да? Вот так, пожалуйста. У Анингара, значит, в Пуне, там фотографии, значит, я это смотрел. Так там они, когда учат делать батр-канасану, ну, когда вот ты сидишь, да, и, ну, лежат. И вот в этой позе именно подвешивают на ремнях. Вот они висят вниз головой. Здесь вот ремни, да? Вот. То есть, они тоже, как бы, стоят столько на голове. Последние, по крайней мере, 15 лет они все это, как бы, так смягчают, смягчают, смягчают. Вот, на самом деле, она предназначена для того, чтобы держать вес головы, а не туловище. Ну, если еще бывают, ну, у мужиков-то нормально. Шея, как проводная труба, стоит, пожалуйста. Да? Когда там где женщина, девушки. Кстати, вот у Антона Никольского, жена-то, приходила какое-то время, годы, наверное, 5 назад. Да. Она такая невысокая, такая очень жильственная фигура. А лет ей было, наверное, 40 с лишним. Или 45. И тоже, значит, вот Антон, он говорит, она приходила раз 5, наверное. Вы мне расскажите, как едать, как твой, я говорю. А я, говорит, люблю на голове стоять. Я говорю, да не надо стоять там на голове. Ну, не надо. Ну, шея тонкая, ну, зачем? А потом Антон мне говорит, года через три у него окружения начались. Ну, короче, знакомая вещь. Бросьте и не вспоминайте перевернутые. Ну, вот. Так что с этими вещами шутки. В общем. И даже если ничего нет, если человек здоров, то когда проведет 10-15 лет, да, то изменения-то накапливаются, аккумулируются. И что потом будет, когда они накопятся? Ну, это будет как у Зодщенко, да? Говорит, музам недолго не давалось. А когда далась, даже вспомнить неудобное, что у нас не получилось. Вот так и с этим, да? Это опасные вещи. Вот. И накапливать их не надо. Ну, нужно смотреть. Или, по крайней мере, смотреть какую-то историю. Смотрите интернет, да? Отчет, если человек много лет занимался, ну, что он скажет, да? Ну, потому что, как говорил Ларшуко, если что-то хочется, найдет его у кого-то уже есть и спроси у него, счастлив ли он. Все будет очень понятно. Так и с этими перевернутыми, да? Вот. Ну, наверное, этим экскурсом мы закончим. Или есть какие-то вопросы подсказаны нам? Господа, дамы, кто-то еще хочет что-то спросить? А вы травмировались в практике, да? Ну, как-то да. А что травмировали? Микрофончик. А это правда. А на чем травмировали? Я даже не заметил. На каких-то вот кузовах. Это была и загорочена, или аштанга Виньясса? Это уже аштанга Виньясса была. Интенсивно занимался каждый день. И в какой-то момент понял, что ходить не могу. Резко. Вот просто идешь, и что-то с коленом. А ну, чья-нибудь у меня такого в жизни никогда не было. Я сразу же в один день все бросил. Сразу. Я вспомнил, это у... Вы, наверное, знаете, есть такая дама? Уль Масбаева, Елена, да? Это юга-практика. Ну, вот. Ну, которая ингаром заведует, это ингар-школа, это москета, это юга-энгара, да? Начиная еще от тех пор с середины 2000... 95-го, да? Ну, так вот. У него был такой заместитель, Ананьев Сергей, по-моему. Короче, приходит он ко мне, говорит, а тут был на интенсиве у ингара, это, у Берия, в Париже. Две недели, ой, говорит, обалдеть, чего? Я говорю, а чего? Да мы по 8 часов занимались, асанами. Я говорю, ну и как? Ой, говорит, хорошо. Вот эндорфины же идут. Я говорю, что хромаешь? Да, говорит, ногу раздуло, вот, коленку. Пришлось жидкость откачивать. А так все хорошо. Ну, вот, как-то так, да? Поэтому, если мне сказали, что занимались тем и тем, и не травмировались, я бы сильно удивился. Или очень хорошее здоровье. Такое бывает. Хотя, а бывает затягивает. То есть, приходили ко мне, помню, я там такая, да, лет 50-ти, больше, наверное. Она, знаешь, ну, преподавала же ее в ингарах. Всем насквозь, у нее все травмировано вообще. Я говорю, еще пришли, ну, вот, мне вот плохо. Я говорю, ну, так вы бросайте вообще. Куда дальше? Так я не могу бросить, я привыкла. Я говорю, ну, вы убираете, или то, или это. Походило, походило, и пропало. Ну, тогда не сможет ничего делать уже. Тогда и бросит. Это знакомая история, да? Вот. Так что с этим делом, с этим делом, конечно. Потихоньку люди понимают. Именно, что там инструкторы, они через один забинтованный ходят. За что? Забинтованный инструктор. Вот, вот, на бинтах колени, локти. Ну, инструктора, да? Инструктора, да? Да. Учат других. Учат других, да. А другие, а вопросов не возникает? Ну, вот, там не принято вопросу задавать. О, очень хорошо, да? Там же, говорим, можно, пикапица, свадает, беда. Наступо гласит. Ну, да. Там же поток. Там же поток. Это чисто коммерция. Ну, так, как бы, единственное, что, ну, наверное, если человек не сильно усердствует, то какое-то время, это будет ему полезно, если бы не делал ничего, это будет полезнее, если бы делать что-то. Но без энтузиазма. С энтузиазмом ненормально травмируется, да? Инструктор сделает замечание, если заметишь, что без энтузиазма. Плохо тянешься, плохо напрягаешься. Ну, да. Интересно вообще. А когда? То есть, совмещать шансов нет. Я пробовал совмещать, то есть, как бы, выполнять требования и при этом расслабляться как-то внутри. Это невозможно. А виньяцы, кого занимались? На Войковской есть центр, праном называется. О, так я вам скажу. Там Медведев. Ну, это руководитель, а там много инструкторов. владелец. И была такая Лебедева Елена вместе с ним. У них там бизнес разделился. Владелец тоже, правильно. Так вот, она ко мне приходила заниматься. частная практика. И у него с поясницы там было. Она продана себя танцами убила. Там, говорите, потому что танцовать там уже 60 лет, выплясывать это уже как бы. Ну, в общем, другая история. Забавно. Забавно. я говорю, потихоньку люди начинают понимать разницу. Ну, медленно. Медленно. А там много народу было, когда вы занимались? Когда как. В основном там уже такие advanced ученики были. Они такие вещи там делали. У меня глаза на лук лезли. Очень крутые. Ну, и я старался подтянуться. В основном отбираются акробаты. Хотя тоже вот у меня одна занималась Дана. Она, преподаватель, получила корочку. Причем очень гибкая. Невзирая на возраст. Я был, наверное, лет 45. Тоже она вот преподавала и потом лет 5 и начались со здоровьем тоже проблемы. Потому что это вреет эндокринную систему. В общем, все это перегрузка. Ну, хорошо. Вопросов нет?